Ребята, всем привет! Продолжаю вас знакомить с светильниками от компании российской iSVET. В нашем обзоре вот такой вот светодиодный светильничек, достаточно тонкий, мощность у него 30 Ватт, 6000 Кельвинов он выдает, мощность, как я и сказал, 30 Ватт и защита IP44 для собственного применения, в принципе, загадим. Так, вот комплектация у нас из паспорта, ну, технического руководства он уже по эксплуатации, два у нас шурупчика и самореза, и три дюбелька. Три дюбелька, наверное, всякие. Так, крепится он достаточно просто, ребята, и это его тоже большой плюс в том, что мы можем банально вот этими металлическими скобами прикрепить. Даже вот так вот, да, если у нас нету где-то, ну, возможности прикрепить на всю стену, нам надо, чтобы он светил, можем вот так и вот так. Ну, конечно же, в идеале, вот, наверное, вот так вот разнести. Видите, они вставляются в металлические скобы, немножко приподнимают пластик, и все, и он здесь уже мертво сидит. Точно так же, как и с этой стороны. Верхняя часть прозрачный поликарбонат, и посмотрите, видите, заходит он аж вот сюда, то есть практически, действительно, правду написали, что пыль сюда не должна никаким образом попасть, потому что нету у нее практически щелей. Вот, единственное, здесь и здесь, но тоже щелей тут нету. Сейчас мы будем открывать, смотреть, оно тут все на небольших саморезах. Мощность его 30 ватт. Световой поток 2500 люменов. Есть еще моделька у нас 20-ка, и есть 40-ка. У 20-ки 1650 люменов, а у 40-ки 3200. Размеры, друзья, это у нас 30-ка 90 сантиметров. Соответственно, у 20-ки будет у нас 60 сантиметров, и у 40-ки 1200, метр 20. Так, вот у нас здесь две светодиодные линейки, благодаря чему, во-первых, угол рассеивания у нас 180 градусов, а во-вторых, свет будет равномерно распределен по всей плоскости. То есть, если бы одна, то она больше бы вот здесь светила по центру, а тут будет и вот здесь, и вот здесь, я надеюсь. Здесь они просто, вот видите, спаянные у нас, поэтому все основное у нас преимущество вот этой части. Тут у нас расположен драйвер, в принципе, при необходимомости полоску можем вытащить, как видите, она на металлической подложечке, что должно неплохо сказываться на теплоотводе, и тем самым на сроке службы светодиодов. До конца не могу вытащить, вот так вам покажу светодиодов. Ну и сам драйвер. Дайвер у нас обеспечивает питание наших светодиодов и, соответственно, стабилизированным током с низкими пульсациями при напряжении сети даже от 150 до 265 вольт. То есть, соответственно, будет у нас здесь отсутствие мерцания и стабильная яркость. Даже если будет прыгать у нас напряжение, то яркость у нас останется неизменной. То есть, придет, наш светодиодный светильник не будет там, как лампочка моргать. Вот так он у нас светит. Действительно, очень, я бы даже сказал, очень равномерно и неплохо. Что касается мощности, ребят, то мощность 200, ой, 28 и 3 ватта. Ну, в принципе, в пределах погрешности. То есть, 30-30 и вот такое вот у него освещение. Соответственно, друзья, если выключить все освещение, то, конечно, для комнаты 40 квадратов маловато будет его. Ну, а вот, думаю, так где-то до 15-10-15 в принципе оно. Светодиоды используются марки Саньян Оптоэлектроник. Индекс светопередачи у нас, как я и говорил, 80 и подходит для жилых, торговых, офисных, учебных даже помещений. Угол обзора, вернее, не обзора, а рассеивания 180 градусов. Ну, в принципе, да, я с этим соглашусь, потому что, видите, уже вот тут уже граница вот света идет от стола. В принципе, даже можно читать. Не буду закрывать, но мне достаточно все видно. Я, ребят, использую его на площади 12 квадратов. Извиняйте за гармидр. Вот таким образом закреплен он у меня. Видите, практически на стене находится. Очень тонкий. Света дает достаточно много. Можно и читать, и что-то делать. Достаточно неплохо освещает. И низ, и вот потолок. И даже вот тут рабочее место, которое немножко тут сейчас завалено. И даже вон, подвал идет. Свет попадает. Так что, могу смело рекомендовать. Как видите, на камере вообще никаких дрожаний, пульсаций, ничего нет. То есть, для глаз он безопасен. Цена достаточно бюджетная, нормальная. Качество сборки тоже нормальное. Как вы, в принципе, убедились уже с прошлыми светильниками, которые я даже разбивал. Так что, друзья, не забывайте ставить лайки, задавать свои вопросы. Не забывайте про таблицу сиамичных товаров. И, конечно же, канал в телеграме, где я могу дать.